Добрые ранницы! Ваши увази информационный выпуск телерадио компании «Гомель». У студы для вас працует Наталья Игнатенко. Члены миссии назиральников от АБСЕ наведали областную комиссию по выборах депутатов Палаты представников Национального схода Республики Беларусь. У складе миссии долготерминовых наглядальников три группы по два человеки у каждой. Подчас встречи размова шла об практичном применении девчих в Беларуси законодавства об выборах. У приватности наглядальников цикавят питания формирования и деятельности комиссии, процесс регистрации кандидатов и предоставляемые им макшимости для проведения агитации. Нагадаем, что у 17 округов за депутатские мандаты в Гомельской области будут змагаться 74 претенденты. У делу выборчей кампании принимают представники девяти политических партий. Я думаю, что наше сотрудничество будет продуктивным. Мы сегодня готовы оказаться действием для полного информирования международных наблюдателей о том, как проходит сегодня подготовка к проведению выборов на территории Гомельской области. Практично все школы Гомельской области готовы до нового научального года, причем не которые из них после ремонта уже отчинили дверы для детей. Сегодня тут працуют школьные оздоровленческие лагеры. Олег Сенсеров ознайомился со станом справу. Эта школа, хоть и находится у поселка Большавик, но называется Торфа-Заводская, у Гонор-Продприемства, за открытием которого началось створение усяго населенного пункта. Первую школу тут открыли в 1932-м, непосредственно этому будинку 10 годов. Правда, и эта часть ухопила, как возникла необходимость проведения так званых косметичных ремонтов. Неде перефарбовали стены, неде пофарбовали подлогу, у некоторых классах отрамотовали меблю. Причем усе работы провели за кошт спонсоров, батьков и мясовых предприемцев. Инша справа, что ход работ пришлось оконтролировать керовнисту школы. Сегодня иснують жёсткие санитарные потребования, порушать якея нега не яким чином. Особливая увага к творению для наученцев беспечных умов. С этой нагоды всё набытое, от фарбу до лямпочек, повинно обаяцково иметь отповедный сертификат. Составляем договора, родители по договору сдают нам материал строительный, мы сегодня его оформляем договором. Вот эти договора мы сегодня сдаём в отдел образования вместе с копиями чека и актом списания этих материалов, которые сегодня были использованы для ремонта школы. У школах Будокошалёвского района, а почного термина «приёмы школ» чекать не стали так самым. У початковой городской школе для проведения всех необходимых работ притягнули больше 100 миллионов рублей. Причём, а прича батьков и предприемств, значную допомогу оказала гуманитарная организация из Италии, куда и белорусские дети выезжали на оздоровление. Плюс сродки зарублены самостоянно. У вынеку сдачи макулатуры и металлолома, например. Как вынеку, всё запланованное выконали в полном объёме и готовы принять в Ушню хоть зараз. Правда, не глядите на то, что до первого вересня я ещё маль три тыдни, некоторые из них уже наведывают установу. Капсу встретиться с наставниками и себрами, рассказать о плетнем отпочинку, а я ещё поделиться думками об тем, что новый научальный год обовязково принеси шмат новых уроженю. Я читаю понемножку, решаю примеры, читаю таблицу умножения учу, пишу русским языком, занимаюсь белорусским, немножко английский учу. Хочется, чтобы ещё погулять, но в школу всё равно нужно ходить. Олег Сентюров, Валерий Капанько, Телераду и компания «Гомин». До речи, говорка об готовности школ до нового навучального года, якости, адукации и квалификации наставников, пойдёт сегодня в программе «Дайалог». Свои пытания можно задать начальнику управления адукации Гомельского Аблы Конкама Сергею Порошину. Поважанные телеглядачи, звертаем вашу увагу на то, что программу «Дайалог» можно убачить у промым эфиры сегодня на телеканале «Беларусь-3» у 19 годин. Номер телефона у студии 77 68 45. Многие, кто мае хоть невеликий кавалок земли, градку альбу агород, спробовали вырошивать кавуны. Отримливается далёко не во всех. Здымочная группа телеканала «Мазыр» побывала у посёлку Кринічный. А маль 20-килограммовые кавуны на Мазырской земли вырошивает семья Асадовых. Только что сорван из градки кавун лопается, как только уставишь у его нож. Ого, как лопается. Ружовый беларуский кавун – такие соковитые и солодкие, что ничем не соступая знакомитому астраханскому. А по внешнему выгляде их на огонь не одрознить. Вага беларуского кавуна досягает 17 килограммов. Сегодня Агель Асадов – специалист по вырошиванию паудневой ягоды на Мазырщине. Кавуны займают больше, чем полгектара земли. Тут их некольких гатунков. Самостойно, методом спроб и помылок, Агель подбирал технологию их вырошивания. Долгий час не отрымливался. А левось уже некольких годов запор ураджай радует. Арбузы как-то все он боялся рисковать. Немножко попробуют – не получается, пробуют – не получается. Ну а потом уже пока выбрали нужные семена, которые подходят для нашего климатического пояса. Ну и, конечно же, рассадным способом по-другому. Уже вот в прошлом году было очень хорошо, позапрошлом году было очень хорошо. Ну и в этом году мы тоже попробовали арбуз, уже 15 килограмм он привез. Он был не очень красный, но очень сочный и очень сладкий. А почалося все с культур традиционных для нашей мясцовости. Бульба, морква, помидоры, бураки, капуста, баклажаны. Яны и теперь тут растут. Але паудневая кровь Агель из Азербайджана так и цягнула до чего-нибудь экзотичного. Увы, неку вырошивание кавуновый день перейшло у промысловые масштабы. Фермерская господарка осадовых мая некольких гандлёвых кропок на рынках города. Покупники не верят, коли им кажут, что это мазырские кавуны. Тому Агель, стомившись доказывать свою правду, кажут, что ягода астраханская. Я могу сказать, что у наших, которые мы выращиваем, арбузы, толстая кожура, и они очень сочные. И не мелкие такие, когда вы разрезаете, видите, что мелкие такие крупиночки. А у нас как-то крупнее крупиночки. У минулого года осадовы собрали каля 25 тонков унов. Каля обызится без ранних заморозков, у раджая будет не меньшим. И таким же экологичным, чистым, у литеральном сенте хатним, солодким и саковитым. Илона Шаловская, Юрий Горобец, телеканал Мазыр, специально для телерадиокампании Гомель. Сегодня другий день, як православные верники уступили во Успенский пост. Гэтый пост усталяваны перед великими християнскими святами. Преображение Господне и Успенне Божией Матии. Пост духовный тесно злучается с постом целесным. Сегодня у православных домах можно сустреть постные деликатесы. Але церквасу пратье же вытанчанной. Бумэтой християнского життя з'является частиня сердца и духовный плен. Коли человеку меру постится, але на протягу усяго перейду, нікого не докарая и не раздражняя, йон досягая большого, чем той, хто правеу пост у сухая денни. Успенский пост гэтая час, коли мы скидываем себе усе, что у нас струхлела и змертвела для того, каб сдабыть здольность жить новым життем. Успенский пост лечится уже восенским, тому, что открывает час нового цикла года и завершая год церковный. Это один из четырех многодневных постов. Вы знаете, есть Великий пост, есть Рождественский пост, есть Петровский пост, ну и, конечно, есть пост Успенский. Это небольшой пост, начинающийся 14 августа и продолжающийся до 28 августа. Оканчивается он день Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Поэтому, собственно говоря, благодаря этому празднику этот пост называется Успенским, потому что он предваряет праздник Успения Богородицы. Этот пост небольшой, он длится всего две недели, но церковный устав нам говорит, что этот пост надо проводить по правилам поста Великого. Есть вот шаук веток. Выстава картин под такой назвой открылась у галереи Палаца Румянцевых и Паскевича. Творы вядомых гомельских мастаков у жанры натюрморта представлены на суд гостей экспозиции. Одна из первых докранулась до пригожиха и наш корреспондент Ганна Коральчук. Коллекция музея Гомельского палацево-паркового ансамбля наличвая больше за тысячу полотнов и попавняется каждый год. Зрабить выбор на корысть флористичных мотивов для новой экспозиции супрацовников музея натхнили поэтичные родки Марины Цвятаевой и Расула Гамзатова. Жнивень – это самый час, каб парадовать себе сакавитыми фарбами адыходящего лета. С малевничих творов на нас глядзяць разностайные кветки – лилеи, вергинии, слонечники, мальвы и флоксы, написанные гомельскими мастаками с варикой любовью. Мы поместили информацию о художниках, чьи работы здесь представлены и которые давным-давно ушли из жизни. Это и художники, которые обучались искусству в начале 20-х годов, но и безвременно ушедшие гомельские художники, например, Гайлевич Александр Владиславович. Ну а также и живые, ныне здравствующие художники, они здесь пришли к нам на выставку. Выявы кветок передают глядачу позитивный настрой и ставление до життя, гуластивые их аутарам. Творы намалеваны у академичной манеры, основная частка полотна, фетоакварель, а леёсті картины, выкананная аллеем. Аким Шаученко, Мария Ягорова, Алена Машкоўцева и іншые вядомые имёны складают золотый запас фонду музея. На открытии у гостей выставы была махчымасть сустреца и пагутарец с некоторыми мастаками. Цветы, они белые, и ландыши, и нарциссы, они в этом свечении закатного солнца дают такое мягкое, уютное ощущение тёплого вечера. И она иконографична. Она, в принципе, сделана в формате иконы. У неё даже есть такой ковчег, как иконы, иконный такой фон. И вот цветы, как элемент творения, тоже присутствующий, и тоже, как я говорю, о скоротечности жизни и цветов, и людей, да, вот рассвет, увядания. Ганна Коральчук, Михаил Рабкоу, телерадио-компания «Гомель». Свежая поветра, природа и карате. Выхованцы Гомельского центра одиноборства убывали в Речицком районе, где разгорнулся летний лагерь. На протягу пяти опошних годов юные каратисты разом с тренерами в межсезонье выезжают на спортивный полевый сбор. У гэтым годы до гомельчанды лучилися спортсмены с Калинковича и Минска. Умовы практически спартанские. Побыт приходится уладковывать самим. Спать у палатках, ежу готовать на вогнищем, до того же ясчай шматгадзинные тренировки. Але карате подчас таких полевых выходов не самая головная. Загортовка, якую хлопчики и девчаты отрымают за 7 днём на природе, да поможа им не только в спорте, но и в житте. Это формирование их характера. Потому что, ну, а что такое характер у человека? Это характер, это, конечно же, вся последующая жизнь, да? Если человек справляется с неприятностями, он идёт по жизни, работает, трудится и приносит пользу родине. Перша початкова лагер организовываль, так бы мовить, только для своих. Однако у опошние годы подтягнулися каратисты из инших регионов. У минулым годе делегация из Минска наличвала 5 человек. У гэтым годе уже больше за 20. И справа не только у прыгажей с тем местом, где размещается лагер. Суместные тренировки, обмен вопытом и наладживание новых сабаровских совязев. А кроме того, таки-то дневый полевый выход, добрая школа самостоянности для спортсменов, у тым ликует для самых маленьких. У нас ключевая задача, кроме мероприятий, которые поставлены здесь в целях, обкатка малышей. То есть 5 человек малышей у нас, 6-леток, приехали вообще впервые в своей жизни в лагерь какой-то. Ну, не то, что по тематике нашей спортивной. Поэтому проявление самостоятельности, дисциплины в иных условиях, нежели чем в тренировочном зале, отдельно от родителей. Головная вядома шкаратэ. Шмангадзинные тренировки у тым лику и ночные. Загартовка тела и духу. Праца над техникой и физичной подрыхтовкой. Однако стомленности нема. На свежем поветре, кажут юные спортсмены, тренировки проходят с лягчей. Однако не только спортивный опыт отрымливают хлопчики и девчонки. Як развести огонь, приготовать ежу, поставить палатку. Тыдень життя на природе подарует детям новые веды и умения. Так само новых сябров. Я после этого лагеря научился там огонь разжигать. Все такое. Детя даже похвалил меня. Организаторы подрыхтовали для удельников множество сюрпризов. Надали увагу и патриотичному выхованию. Гостями лагера были представники военных и старышного клуба 53-й мотостралковый полк НКУС. Потримать в руках зброицы, примерыць амуницию часов другой сусветной войны отрымливается не каждый день. Так само в плане были разные спаборниства. У тым лику по футболе, прикладным шмат борьи, викторыны по истории Беларуси, каратэки и кушенка, на так само рыбалке и катанне на конях. Так что гэты тыдень запомниться детям. И наурадте кто-нибудь одновится вернуться сюда в наступном годе. Максим Савин, Максим Славин, телерадиокампания «Гомель». На хвалях 101.3 с 7 до 8.1 раніцы. Час вызначены у вынику жарабьёвки. И на гэтым наш выпуск завершенный. У студии працывала Наталья Игнаценко. Усяго вам добрых. А до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова